Ну а те школьники, которые сейчас не озабочены сдачей экзаменов, получили возможность интересно провести время. Им предоставилась возможность увидеть Тверской проспект за кадром. Телерадиокомпания время от времени приподнимает завесу тайны и пускает гостей в святая святых, что называется, за кулисы. На этот раз гостями нашего медиахолдинга стали ученики 17-й школы Твери. Для них провели увлекательную прогулку по телестудиям, монтажным кабинетам, организовали встречи с журналистами. Ребята своими глазами увидели, как и чьими руками создается телевидение. Даже век интернета сложно представить нашу жизнь без телевидения. Для тех, кто сидит перед экраном, телеиндустрия — это яркий и удивительный мир, который постоянно находится в движении. Включая телевизор, мы узнаем о главных событиях дня, смотрим познавательные передачи, развлекательные шоу, сериалы. Одним словом, постоянно черпаем оттуда информацию, узнаем для себя что-то новое и интересное. Ребята признали, что они всегда задумывались о том, как выглядит этот мир изнутри и как, например, проходит день ведущего новостей. Интересно посмотреть со стороны, как все работает, как ведется эфир. Стало интересно, на самом деле, хотелось бы попробовать, но так стесняюсь немного, задумываясь по поводу карьеры журналиста. У школьников была уникальная возможность увидеть работу телеканала изнутри. Ребята заглянули в студию, где снимаются новости, и воочию увидели весь процесс создания новостного выпуска. От подготовки текста суфлюра до финальной картинки, которая попадает на экран. Но рассказами и наблюдением за работой взрослых дело не ограничилось. Для учащихся организовали мастер-класс. В студии новостей все желающие смогли оказаться в кресле ведущего и прочесть фрагмент текста на камеру, а затем увидеть себя в кадре. Вы смотрите новости Крескового проспекта в студии. Кто? В студии. А, в студии. В студии Василия Бакунина. Отлично. Меня очень сильно удивило это расположение камеры. Я думал, она стоит отдельно с суфлёра, но нет, она стоит прямо в самом суфлёре. Вот. Еще очень сильно, что я хотел посмотреть это, как работает сам суфлёр, потому что я знал, но никогда его не видел. Ну, поначалу было не так сложно, но потом, когда пошли довольно сложные слова, которые я очень редко вижу, то их уже было затруднительно читать. Желающих попробовать себя в кадре было много. Вот и Глеб Сидоренко побывал в роли телеведущего. Честно, я ничего не знал вообще о телевидении, но я понимал, что есть суфлёр. Интересно было посмотреть, как суфлёр читать. Поэтому надо учиться, чтобы хорошо это делать. Мне нужно диксу поправить. Это точно, у меня очень плохо с ней всё. Ребятам показали аппаратные, ньюсрумы и другие помещения, которые постоянно задействованы в жизни телеканала. Экскурсия никого не оставила равнодушным, ведь организаторам удалось показать всю многоплановость телевидения. В этой сфере, с одной стороны узко специализированный, а с другой невероятно многогранный, применение себе можно найти в абсолютно разных ипостасях. Работать в кадре, писать тексты, вести съёмку и многое другое. И, как знать, возможно, кого-то из этих школьников мы когда-то увидим на экранах наших телевизоров в качестве журналистов, корреспондентов и телеведущих.